МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выпил и в столб. Минувшие выходные отличились сразу несколькими ДТП. Сегодня в иммунолабораторию обратились почти полсотни пострадавших от клещей. На экзамен, как на праздник, старшеклассники принесли с собой на ЕГЭ бананы, шоколад и хорошее настроение. Наверняка многие из вас следили за выступлением Полины Гагариной на Евровидении. Серебро, на мой взгляд, тоже достаточно неплохо. А мы готовы рассказать не о таких глобальных, но тоже важных и интересных событиях, которые произошли в нашем городе. Это новости на ТНТ в студии Андрей Фадеев. Здравствуйте. Сегодня состоялись первые экзамены основной волны ЕГЭ. Литературу в качестве экзамена по выбору предпочли 56 выпускников. 34 человека проверили свои знания в области географии. Чего боялись вчерашние школьники перед сдачей ЕГЭ и в каком настроении ребята пришли на экзамен, расскажет Евгения Кокшарова. Сначала проверка металлоискателем, потом паспортный контроль. Здесь как в аэропорту. Однако такой строжайший надзор может сбить полет, собранных накануне вечером мыслей, говорит Женя Косиков, который сегодня сдаёт географию. Да никаких эмоций пока. Сам в пункт сяду, вообще волноваться начну, наверное. Здравствуйте. Долго ли ты готовился к ЕГЭ? Вчера вечером. А то есть только один вечер? Почему? Весь год нас учитель готовил, писали тесты различные, а вчера сел и целенаправленно начал повторять задания, которые вызывают особые трудности. В 11-й школе сегодня проводится ЕГЭ по географии и литературе. Если география наука приземлённая, то вот всю русскую классику так просто за один вечер не повторишь. Символично, но литературу школьники сдают в день филолога. И будущие филологи признались, что в школьной программе есть шедевры, которые заставляют их волноваться сильнее. Ну, может пропасться произведение, которое ты не читал. Например? Скажи по секрету. Например, я не читала Евгения Онегина. Или Капитанскую дочку. Война и мир. Это всё, это будет конец тогда. А так, в общем-то, ну всё понемногу. Не знаю. Кроме войны и мира. Ну да. Самое досадное будет, если попадётся отца и дети. Отца и дети. Это твоё нелюбимое произведение? Ну, я его читала когда-то давно, а потом не перечитала. Я его плохо помню. На ЕГЭ строго запрещено проносить сотовые телефоны. Длительность экзамена по географии ровно три часа. Литературу будут писать три часа пятьдесят пять минут. Поэтому ребятам не запрещено проносить с собой воду, а вот энергетики отбирают на входе. Традиционно на экзамен ребята берут шоколад. Но ученица второй школы Лиза Белобородова принесла с собой бананы. Потому что это фрукты счастья и цвет позитивный, жёлтый, который помогает быстро реагировать, реакцию развивает. После проверки ребята расходятся по кабинетам. Перед тем, как вскрыть заветный конверт, педагог строго зачитывает правила проведения ЕГЭ. Во время проведения экзамена запрещается иметь при себе средства связи, электронную вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру. Если учителя, они у нас знакомы с процедурой проведения, дети у нас первый раз присутствуют. Поэтому им снова надо всё рассказывать. Всё в жизни бывает. У нас в жизни бывали и мамочки кормящие, приходили на экзамен. Вынуждены были выходить и кормить своих грудных детей. У нас были дети, дети в том году, дети-инвалиды, которым предоставляется определённая аудитория по их желанию, дети с ОВЗ. На всякий случай во время ЕГЭ дежурит врач, ведь у детей иногда случаются и лёгкие недомогания. А тем временем подготовительная часть окончена, пришло время вскрыть конверт. В этом плане ЕГЭ как спецоперация, лишние глаза и уши не нужны. Поэтому нашу съёмочную группу просят покинуть пункт проведения ЕГЭ. Свои результаты ребята смогут узнать уже 3 июня. Ну а пока расслабляться не стоит. Ведь следующий экзамен по русскому языку состоится совсем скоро, 28 мая. Ну а ни пуха ни пера сдающим желают Евгения Кокширова и Степан Некрасов. Новости на ТНТ. И к другим темам выпуска. Минувшие выходные запомнятся немалым количеством ДТП. Так, например, на въезде в город пьяный водитель ВАЗа 12 модели протаранил столб. Авария произошла в субботу вечером в районе Новожилова. При въезде в город к моменту прибытия дорожных полицейских водителей два пассажира скрылись. Но спустя какое-то время решили вернуться. А как они пояснили, алкоголя не хватило. Скажите, кто за рулём был? Яблоко. А как добьёшься, что случилось? Вообще ненормальные, что ли? Вряд ли кто-нибудь специально захочет разбивать свой автомобиль. Кстати, свидетели утверждают, за рулём была не девушка, а мужчина в чёрной футболке. Поверив очевидцам, полицейские повели пьяного водителя в патрульную машину для оформления ДТП. Теперь ему грозит лишение прав на срок от полутора лет плюс штраф в 30 тысяч рублей. Если бы автомобиль проехал на 30 сантиметров правее или встретился на дороге с другими машинами, последствия были бы куда печальнее. Идите вон, по городу поездите, по городу. В городе аварий тоже предостаточно. Это ДТП произошло на перекрёстке пятилетки Ленина. Виной всему стали сразу несколько факторов. Неисправный светофор и невнимательность водителя. Кстати, виновник аварии на Вазовской десятке был без водительского удостоверения. За минувшие выходные дни, включая с пятницы, у нас зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий на территории города Березники. Из этого числа произошло три ДТП, в которых пострадали шесть человек. За выходные сотрудники ГИБДД выявили более 150 нарушений правил дорожного движения. Восемь человек находилось в состоянии алкогольного опьянения. Также восемь водителей ездили на машине без прав. Двадцать любителей погонять на большой скорости. 14 водителей не пропустили пешеходов и почти 40 не пользовались ремнями безопасности. Вера Андреева, Сергей Калейник, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. Тем временем судебные приставы-исполнители обходят должников, которые вовремя не оплачивают штрафы, выписанные ГИБДД, а также тех, кто позволил себе выпивать в общественных местах. В рейд Дебитор вышла и наша съемочная группа. В очередной раз судебные приставы-исполнители обходят должников. Правда, время выбрано, мягко говоря, неподходящее. Вторая половина дня практически все на работе. Вот так, к примеру, проживают русские, не русские, но внешне. По внешнему? Да. Русские. Русские? Да. Сейчас ты была дома. Зато есть соседи или же родители, которые берут повестки за должников. В этом рейде приставы уделяют особое внимание тем, кто не заплатил штраф за вождение в нетрезвом состоянии. А это 30 тысяч рублей. Повестка вы передадите, ладно, во вторник пускай подойдет с повесткой. Приставы вызывают должников к себе, чтобы направить их в суд. Затем уже судья решает судьбу неплательщиков. Представьте себе, за штраф в 30 тысяч рублей минимальное наказание – это удвоение штрафа. То есть пополнить казну города придется уже на 60 тысяч рублей. А максимум неплательщику грозит лишение свободы на 15 суток в изоляторе временного содержания. Плюс все-таки придется оплатить 30 тысяч рублей. Они не платят, уклоняются. То есть приходится переходить принудительным мерам взыскания. Сейчас приходит сезон, люди хотят вылететь за границу. Также накладывается ограничение выезда из Российской Федерации. Это арест счетов. То есть это эффективно. Это влияет. Люди идут, платят. Поэтому, выезжая за границу, не забывайте проверить, есть ли у вас долги перед судебными приставами. Иначе отпуск пойдет на смарку. В мае приставы навестили более полусотни человек. Из них половина отправилась в ВВС на 15 суток. Сергей Коленик, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. Неудивительно, что количество неплательщиков штрафов постоянно растет. Пермстат утверждает, число жителей при Камье с доходом ниже прожиточного минимума увеличилось. По данным Пермстата, в 2014 году численность населения Пермского края, имеющего среднедушевые доходы ниже прожиточного минимума, составила 320 230 человек, или 11,8% от общего числа жителей края. В 2013 году этот показатель был на уровне 11,4%. В среднем по России доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 11,2%. Больше всего жителей Пермского края, почти 21% от общей численности населения, имеют среднедушевой доход от 27 до 45 тысяч рублей в месяц. 17% жителей региона получают зарплату в размере от 19 до 27 тысяч. Также у 17% доход выше 45 тысяч рублей в месяц. Доход до 5 тысяч рублей в месяц получали около 4% прикамцев. Среди регионов Приволжского федерального округа Пермский край занял второе место по величине среднедушевого денежного дохода в 2014 году. Прожиточный минимум в Прикамье сложился в сумме 8096 рублей. Среднедушевой доход населения 28 528 рублей в месяц. Кровососущие не дремлют. Сезон активности клещей в самом разгаре. Только за неделю в Пермские лаборатории обратились полторы тысячи человек. В Березняках цифры тоже впечатляют. Сегодня с самого утра в иммунологическую лабораторию пришли более 40 пострадавших. Екатерина Федорова продолжит. Клещи замораживаются жидким азотом. Вот из этого ковша он наливается и готовится клещевая сустория. Особый химический ритуал проводится индивидуально для каждого клеща, чтобы разобраться, энцефалитный кровопийца или нет. У всех вредителей в лаборатории есть имена. Правда, только в цифрах. После того, как клещ подвергся всем опытам, специальное устройство определяет вредность насекомого. Если цвет жидкости ярко-желтый, то, увы, пострадавшему от этого маленького монстра не повезло. Вирус уже в крови человека. С начала сезона обратилось 320 пациентов. Это цифра на уровне предыдущего года. И за разных из 320 25 клещей, что составляет 7,8%. Хоть определенный порог укушенных и не превышен, сезон активности этих вредителей в самом разгаре. Цель у вампиренышей – напиться крови. Поэтому не всегда человек становится предметом их внимания. У нас собаку кусил клещ. Собаку? А зачем вы сдаете? Ну, собачка любимая наша, конечно. Они не болеют клещевым энцефалитом собаке. А если заболеют? Не заболеют. Об этом факте знают немногие. Судя по тому, что девушка нервничает, собака действительно страдает. Но врачи говорят, для четвероногих эти кровопийцы не опасны. Обнаружили на собаке глаз весь отек, опух. Не знаем даже где, скорее всего, в районе Быгольки. Потому что мы там живем, и там собака у нас гуляет. Лаборатория не пустует. Каждые несколько минут сюда приходят пострадавшие от укусов маленьких, но опасных насекомых. Уже скопилась очередь. Кристину, например, клещ укусил первый раз в жизни. Девушка действовала по инструкции. Съездила в больницу, затем сразу в лабораторию. Заметила здесь укус. Сразу укусила у меня. Укус этот заметила, мама позвала. Она говорит, клещ пошла к медикам. Они мне быстро все вытащили. Вот с собой привезла в баночки. Покажите. Ну, там он в ванде. Пока дежурный принимает пострадавших в самой лаборатории, вовсю идет химический процесс. Справиться с таким объемом работы непросто. Журнал регистрации пациентов говорит о том, что больше всего клещей обитает на дачных участках в районе 2-го и 3-го калийных и на Чкалово. Опасных насекомых можно также встретить в Усольском районе и даже на Быгальке. К слову сказать, кровососущие могут прятаться где угодно. Главное быть привитым. У непривитого человека после укуса энцефалитного клеща спустя почти месяц могут появиться симптомы, напоминающие грипп. При обнаружении подобных недугов немедленно нужно обращаться в больницу. А если кровожадный монстр напал на вас совсем недавно, то лучше отвезти его в лабораторию, которая находится во 2-й городской больнице в 7-м корпусе. Там выяснят, опасный он или нет. Только вот процедура платная. 220 рублей исследований на клещевой энцефалит. На лаймборолиоз 200 рублей. Екатерина Федорова, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. Забота о правах детей. Будем здоровы. Обо всем подробно через минуту. Время рекламы на ТНТ. Оставайтесь с нами. Продолжу выпуск. В Березниках говорили о правах детей. С официальным визитом в городе побывал уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков. Какие замечания были сделаны чиновникам, расскажет Сергей Калиник. Как настроение? Хорошее. Хорошее? К выпускному готовишься? Платье это твое? Да? Ну-ка, покажи, покажи. Красивое платье будет. Жизнь в детдоме не сахар, поэтому даже новое платье или рубашка – событие. Павел Миков знает об этом не понаслышке. Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае, когда-то и сам воспитывался в детском доме. Поэтому Павел Владимирович всегда с особым трепетом следит за жизнью детей-сирот. А подростки только рады такому вниманию. Ведь многие из этих ребят, такие как Женя Сошин, даже не помнят, что такое мамина забота или простой разговор по душам с отцом. С уполномоченным по правам ребенка деддомовец Женька не стал говорить о проблемах. Он рассказал, что увлекается футболом и танцами. А буквально через месяц исполнит школьный вальс на выпускном. Благодаря своему увлечению Женя даже побывал в южном городе Сочи. Павел Миков прошел по коридорам детского дома, осмотрел комнаты, в которых живут дети, санузлы и пищеблок. В ходе проверки омбудсмен сделал несколько замечаний. Где-то бежит крыша, где-то нужно менять планировку. Но в целом детский дом проверку прошел на твердую четверку. Для меня очень важно посмотреть, насколько детям здесь комфортно, благополучно. С точки зрения условий, в которых сегодня живут дети, я думаю, вы увидите сами. Это самые, что ни на есть, современные, комфортные условия. Когда я воспитывался в детском доме, мы жили в комнатах, как их называли, в палатах, по 10-15 человек. Визит у полномоченного по вопросам ребенка был довольно насыщенным. Помимо посещения детского дома, Павел Миков посетил школы и училища. А также провел прием граждан, где обсуждались проблемы защиты прав ребенка в нашем городе. Ведь только за прошлый год в Березняках было выявлено 26 случаев жестокого обращения с детьми. Печальный факт для Березняков, но о нем нельзя не умолчать. К сожалению, Березняки лидируют по итогам 2014 года в Пермском крае по количеству детей, признанных потерпевшими, по тяжким и особо тяжким преступлениям. Особенно против половой свободы и против половой неприкосновенности детей. На приеме Павел Миков обнародовал печальную статистику. Хотя в Березняках уменьшилось число преступлений, совершенных подростками, количество преступлений, совершенных ранее судимыми детьми, неуклонно растет. От визита у полномоченного по правам детей, конечно, что-то зависит. Однако главную роль в жизни ребят играют родители и учителя. Сергей Каленик, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Между тем, для краевой медицины наступило особое время. Впервые с конца прошлого века появился Совет главврачей. Последний раз этот совещательный орган собирался почти четверть века назад. Теперь такие встречи будут проходить на регулярной основе. Совет главных врачей – это инициатива руководителей лечебных учреждений Пермского края. Ежемесячные встречи позволят экспертам вынести на обсуждение самые насущные проблемы у отрасли и совместно продумать необходимые меры по их решению. Инициативу поддержал губернатор Виктор Басаргин. Он открыл первое заседание Совета главных врачей. Вы должны сегодня быть рупором. Вы должны сегодня быть разработчиками программ. Вы сегодня должны быть экспертами по тем программам, которые реализуются. Вы должны сегодня нам подсказывать. Коллегиальный орган будет собираться раз в месяц. Но эксперты признались, в первое время встречаться будут чаще из-за большого количества вопросов, которые нужно обсудить. Весь совет разбивается на группы по принадлежности к лечебным учреждениям, то есть амбулаторно-боликлинические, стационарные, сельские, центральные районные больницы. И работают над теми вопросами, которые волнуют большинство лечебных учреждений края. Среди первоочередных задач снижение показателей смертности, выявление онкозаболеваний и органов дыхания на ранних стадиях. Кроме того, в планах уделить особое внимание развитию высокотехнологичной помощи пациентам, в том числе в области трансплантологии. Мы договорились так, что именно диалог станет ключевым словом в нашей практике. Мы нацелены на решение этих задач, мы нацелены на плодотворную, эффективную, конструктивную работу. На заседании также подвели итоги 2014 года. Эксперты отмечают, в отрасли наметились позитивные тенденции, рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни в Прикамье. Однако самым лучшим результатом прошлого года стало то, что качественная медицинская помощь стала для населения более доступной. И в продолжение темы доступной медицинской помощи. В Березниках медики констатируют, проходить диспансеризацию горожане не очень-то и торопятся. А ведь проводят ее бесплатно. Сегодня мы узнали у горожан, что должно подтолкнуть их пройти общее обследование. Болезнь какая-либо. Ну а так, комиссия, комиссия. На работу, да, комиссия? Да, рабочая комиссия. Ответственность. Я вот поняла, что мне надо пройти, пошла, посмотрела по годам. Не подхожу. В следующий год так. Мне надо было в прошлом году, но я не ходил. А почему не ходили? Не знаю, не пошел. А что вас вот должно заставить ее пройти? Пока не знаю. У нас, как в России, ты сам заболел, так ты сам пойдешь. А чтобы так самому прийти, без всего, я что-то там не думаю, что можно. То есть пока что-то не заболеет? Да, конечно. Я хочу, чтобы вы сделали выходные дни дополнительно. Попутням неудобно, да? Да. Я встаю пол 26-го и прихожу совсем. Да, слышала, мужу пришла такая бумажка. Почему-то мужу пришла, а мне нет. И я вот хочу позвонить и узнать, как бы проживаем в одном месте, почему ему пришла, а мне как бы нет. Может, по годам не подходите? Там же раз в три года. А да, наверное, скорее всего. Но мне во всяком случае еще ни разу такая бумага не приходила. Вам хочется пройти? Конечно. То есть вам особое приглашение нужно? Да, конечно. В прошлом году диспансеризацию прошла. И хочу, чтобы все остальные тоже позаботились о своем здоровье. Вы знаете, должно заставить то, что кроме материальных ценностей, здоровье должно быть на первом месте. Чтобы меньше доставлять неприятности, во-первых, членам семьи, во-вторых, на работе и так далее. Надо все делать в свое время. Где научиться колдовать, теперь знают мои коллеги. Театр показал зрителю премьеру спектакля «Добрая ведьмочка», герои которого ради сказки даже научились летать на метле. В том, что с помощью колдовства можно учинить немало веселья, убедилась Вера Андреева. Привет! Приветики! Буквально за минуту до выхода на сцену эмоции зашкаливают. По ту сторону занавеса уже полный зал. Последние штрихи устрашения на прекрасных личиках. И маленькие артисты вместе с педагогами сжимают кулачки. На удачу, так принято в Росинке, прокричать как можно громче. Что сегодня все получится. И они выложатся на все сто, чтобы зритель улыбался. Мы будем стараться! Сильно, сильно! Сильно, сильно! С первых минут они буквально околдовали зал магией и весельем. И уже больше не отпускали его. Оказывается, есть на свете одна единственная, ничуть не страшная и вполне себе воспитанная ведьмочка, которая летает на волшебной метле и не пакостит, как в русских сказках. Ей всего-то 127 лет. Ей бы учить заклинания да заниматься. Но хорошая ведьмочка с утра до ночи готова веселиться с друзьями. Ах, если бы незаботливый ворон Абрахас. Маленькая колдунья тогда и вовсе бы не открывала колдовскую книгу. Ах, как шагану-да! Как же он крыло! Он еще и наслуживает! Ну, погоди! Я устрою, ты не везешь, и все, блин! Рожки, рожки, разрастайтесь! По ветвике расцветайтесь! Павли не хвост, олень и рога – это вам не Иванушку в русскую печку сажать. У доброй ведьмочки все шалости гораздо безобиднее. Она всем сердцем мечтает танцевать. На горе Блоксберг в Альпурге его ночь, куда один раз за год на шабаш слетаются все ведьмы. Я, классная ведьма, вас всех вызываю! Я тысячи медвина, я так живаю! После каждой сцены зал буквально взрывался аплодисментами. Малыши, которым всего-то по 7-8 лет, словно не играли на сцене, жили в своих ролях по-настоящему, наслаждаясь всем в полном объеме. Ох, как волновались самые маленькие зрители, когда добрая ведьмочка едва унесла ноги от злющих персонажей. Она поняла слова «быть хорошей ведьмой». Буквально спектакль получился настолько добрым, что зрители еще долго не отпускали маленьких артистов. Впрочем, сами маленькие артисты настолько впечатлились волшебством театра, что за кулисами еще долго не могли выйти из своих ролей. Я не ожидала, я вообще думала, что я бы с ней меня ущиплю. Я вообще... Я в первый раз на сцене, вообще! Так здорово! Вот честно говоря, я пришел в «Росинку» никем практически. А сейчас? Сейчас я хулиган! Ну это, наверное, только на сцене? Да, на сцене он только хулиган, так и хулиган. В реальной жизни я тихий, спокойный мальчик. Мальчик, да-да-да. Я только первый год в «Росинке», и это очень страшно, то, что вот ты первый раз на сцене по-настоящему. И вот это очень трудная задача напугать всех. Моя главная задача – это лицо и жесты, чтобы жесты были грубыми, и лицо было страшно. Я хочу сказать слова как зритель, но они еще дети, они ходят первый год. Я так кричала, я даже взорвала голос. Мне кажется, у них столько энергии, это такая станция артомной позработки, прекрасная энергия, что я думаю, вот сейчас еще бы спектакль, они бы еще раз сыграли. Вера Андреева, Лев Собуров, новости на ТНТ. Мы делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, вы сняли на видео необычное событие или происшествие, вы знаете то, что будет интересно другим, поделитесь этой информацией с нами. Мы ждем ваших сообщений по телефону 43 17 17. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды, а я прощаюсь. С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова